Главные монстры, с которыми мы сталкивались в Poppy Playtime, это еще не главные злодеи. Может оказаться и так, что сам прототип не является главной угрозой, ведь прототип это всего лишь следствие. Нам важно знать, кто стоит за всеми этими ужасными экспериментами, и живы ли реальные виновники. Будь здоров, а меня все еще зовут Павел Князич, а это Poppy Playtime 3 глава «Глубокий сон». Ты же в курсе, что наши любимые монстры появились не просто так, а благодаря нашим дорогим ученым? И теперь нам бы узнать, а кто же является настоящим монстром? Действительно была проделана большая и фантастическая работа по переносу разума в игрушку, что просто немыслимо. Изначально полагалось, что благодаря этим экспериментам люди смогут получить бессмертие, но, как оказалось, это не так. Так, люди умирали, будучи игрушками, причем от рук таких же экспериментов, как и они. В итоге все вылилось в массовую мясорубку под названием «Час радости». Проект по созданию монстров был не просто так придуман, у него были свои руководители. Так кто же они такие, и кто действительно виноват во всем произошедшем? Начнем наше расследование. Ну а ты пока подпишись на мой телеграм-канал, ведь там я выкладываю отдельный контент специально для тебя, и не только кружочки, еще и голосовые, всякие мемчики, новости. И, конечно же, я общаюсь в чатике с подписчиками, и ты тоже можешь к нам присоединиться. Также ты будешь узнавать о выходе новых роликов. Разумеется, первее всех. Так что подписывайся на мою телегу. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. А первая наша подозреваемая – это Стелла Грейбер. Ты уже мог о ней слышать не раз, во всех главах. И, как оказалось, это не обычная сотрудница, а руководительница Плейкейр. По факту, возглавляла приют. Или отвечала за него и за все происходящее в нем. О Стелле мало что известно, разве что есть теории по поводу того, что она и есть кукла Поппи. Но я в этом сомневаюсь. Подчеркивается ее дружелюбный и веселый характер. Она кажется довольно общительной. И вообще, она устроилась в эту компанию, потому что она не хочет взрослеть, и ей всегда кажется, что детство у нее и не заканчивалось. По крайней мере, она об этом говорит в интервью в первой кассете из первой главы. И может быть, как раз таки из-за ее игривости, энергичности, характера, она и попала в Плейкейр. Даже не сомневаюсь, что дети ее сильно любили. Ее компания не просто поставила руководить детским садом. Ей направлялись все отчеты о сиротах, которые находились в Плейкейр. Она обладала довольно важной информацией. По сути, Стелла Грейбер – это одна из высокопоставленных сотрудников. И она не могла не знать об экспериментах. Из третьей главы мы выясняем, что над детьми тоже проводились эксперименты. И самый известный эксперимент, конечно же, 1188. Кот Дремот. И как это Стелла не могла знать об экспериментах? Ведь за Плейкейр отличала она, все отчеты о сиротах были у нее, следовательно, она в курсе о происходящем. Хотя все в той же третьей главе была одна кассета с участием Стеллы. И такое чувство, что она понятия не имеет, что происходит. О, мистер и миссис Хартман! Прошу, садитесь! Как вам путешествие под землю? Такого мы не ожидали. И, слово мистера Людвига, еще раз убедили нас, что мы хотим остановиться именно на вашем интернате. О, да, у нас тут волшебно. Я ощутила это, как только переступила порог. Только открываешь двери приюта и уже понимаешь, что ты отсюда уже никуда не уйдешь. Напоминаю чувство, когда ты еще ребенок, находишь свой дом и мысленно возвращаешься к нему, чтобы успокоить тревогу. Кхм. Вы, как я вижу, намеренно подарили Джереми дома? Да, мы также готовы на оформление опеки. Прекрасно! Вы станете идеальными! А, что? Возникли кое-какие сложности. Сложности? Какие такие сложности? Не знаю. В форме написано «тест». Что это значит? Скажите, что это значит? Мисс Грейбер, нам кажется, мы заслуживаем адекватных объяснений от вас. Разве нет? Вы же руководите этим процессом, как вы можете не знать? И почему мы узнаем об этом только сейчас? Я... Я не знаю. Прошу прощения. Эту запись мы можем услышать на розовой кассете, как раз-таки в бывшем кабинете Стеллы. И там она в растерянности. Может ли эта растерянность в словах говорить о том, что Стелла не в курсе о том, что происходит на самом деле в компании? Возможно. Но все-таки стоит учитывать, что она одна из высокопоставленных сотрудников. И детей уже брали на эксперимент. Если бы Стелле об этом знать не следовало, другие бы руководители об этом позаботились. Возможно, ее растерянность была связана с тем, что она не ожидала, что некоего мальчика Джереми отправят на тест. Может быть, Стеллу действительно обманули. Ей могли сказать, что на так называемый тест отправляли только больных детей. Другая кассета нам что-то похожее поясняет. Там состоялся разговор между ученым и ребенком, где мужчине явно пришлось соврать ребенку, мол, его друг очень-очень болен. Хотя в самом начале записи он уже назвал ребенка испытуемым. А Стелла никак понять не могла, почему это здорового ребенка отправили на какой-то тест. За ним же только что пришли его будущие родители оформлять опеку. Так что насчет этой девушки пока что все сложно. Эдди Риттермана. Руководитель отдела исследований, но он-то точно должен был знать об экспериментах. Ему доверили действительно важное дело. На него есть целый документ, который он и составил. Адресовал он это сообщение строительной компании Варенбах, которая устроила лабораторию в Плейтайм. Эдди пишет от имени фабрики игрушек Плейтайм Ко. Да, это должно быть в полной секретности. Об этом проекте должны знать только те, кто обладает авторитетом в Варенбахе и те, кто обладает авторитетом здесь, в Плейтайме. Как и было обещано, за эту секретность вам очень хорошо заплатят. Более 100 тысяч долларов, учитывая, что это приблизительная цифра. Мы готовы предоставить необходимое оборудование для распаковок. Однако, чем более независимо вы сможете работать, тем большую компенсацию я могу предложить. Нам по-прежнему хотелось бы, чтобы лаборатория была завершена через 12 месяцев. Но самое главное, чтобы все было сделано правильно. Дайте мне знать, подходят ли вам эти условия. Я буду рад вести переговоры, пока мы не найдем то, что устроят обе стороны. С уважением, Эдди Риттерман. То есть, компания Плейтайм сделала непосредственный заказ. Причем, об этом заказе должны были знать только важные люди из строительной компании и важные люди в компании Плейтайм. Из-за молчания даже были готовы платить довольно кругленькую сумму. Все-таки 100 тысяч долларов, это не хухры-мухры. Опять же, не за строительство лаборатории, а за молчание. За секретность вам очень хорошо заплатят 100 тысяч долларов. И это только приблизительная цифра. Мне что-то подсказывает, им заплатили больше. Ну ладно. И этот документ только подтверждает, что Эдди все знал. И даже тщательно пытался скрыть все грязные дела компании. Он был готов платить за эту секретность. И платил. Пока что об этом дядьке ничего не известно. Мы даже его голос не слышали. Может быть, Эдди настолько боялся за свою безопасность, что не делал никаких записей. Ну или он был просто не самым главным. А кто ж главнее? Есть такие говнюки. Харли Сойер. Доктор Харли Сойер. На минуточку. Если вам было жалко Теодора, то есть кота Дремота, то вините во всем этого мудака. Вот кто виноват, что теперь Теодор фанатичный, агрессивный кошаро-монстр. Мы нашли этого придурка. И возможно, именно он придумал все эти эксперименты. Как этот фанатичный безумец вообще попал в компанию по производству игрушек? Кто ему позволил подобными вещами заниматься? А все дело в том, что, как и всегда, любая компания испытывает кризисы. Прибыль падает, расходы растут и все в таком духе. И тут неожиданно появляется наш дорогой доктор. Буквально из ниоткуда взявшийся киндер-сюрприз и предлагает решение проблемы. А давайте создавать живые эксперименты! В форме их талисманов. То есть, по факту, он предложил давайте создадим монстров. Интерес к компании возрастет, еще бы он не возрос. Да и сами монстры могли бы делать достаточно много работы. Выделять деньги на зарплаты работникам придется не так уж и много. Расходы уменьшатся, а эффективность, прибыль и работоспособность возрастут. Гениально! Все эти эксперименты были частью одного проекта «Большие тела». И вроде мужик просто хотел помочь компании. Но во что это все вылилось, мы знаем. Злой, агрессивный и просто безумный ученый, одержимый ужасными экспериментами. И да, это тот самый ученый, который появляется на кассете с прототипом. Видимо, господин Сойер хотел понять, а что это вообще такое? Возможный прототип является созданием самого доктора. Появился прототип именно во время экспериментов и именно в лаборатории доктора. Но у прототипа потенциал оказался намного больше, чем задумывался. По сути, доктору удалось создать искусственный интеллект, саморазвивающийся и самособирающийся. В этом мы убеждаемся уже не раз. И так получается, что Сойер сам удивлен своему творению, ведь он регулярно о нем узнает что-то новое. А может, действительно, прототипа и не он создал. Однако, Харли Сойер обращается с прототипом как собственные вещи, вынуждает его говорить, а если ничего не скажешь, я все равно узнаю. Не хочешь, заставим, именно такой логике придерживается Харли Сойер, когда он проводит опыт над прототипом. Смею предположить, именно Харли Сойер создал всех этих монстров. Ну или хотя бы просто руководил этим проектом. Скорее всего, именно доктор Харли Сойер брал детей на эксперимент. Он создал Кота Дремота и остальных. На одной из кассет в третьей главе эта связь между котом и Харли Сойером подчеркивается. Правда, там мы уже слышим другого ублюдка. Лейт Пьер. Руководитель отдела инноваций. С доктором Сойером он чуть ли не работал рука об руку. И характерами они очень даже похожи, неизвестно, кто из них мерзотнее. Один в открытую издевается над прототипом, а другой над котом Дремотом. Мы слышали, как Лейт Пьер напрямую обращается к коту по имени Теодор и говорит ему, что его никто не спасет. Как будто он даже не пытается успокоить монстра. Он наоборот его дразнит. Причем эта скотина сама же приложила руку к созданию всех монстров. В компании Плэйтайм в отличие от доктора Сойера Лейт Пьер уже давно. И долго дослуживался до своей высокопоставленной должности. И вот теперь он руководитель отдела инноваций. В основном он и помогал доктору. И даже в отдельных случаях его заменял. Как допустим на той кассете. И на Лейт Пьера можно нарыть достаточно много записей. Что не происшествие, то рядом этот говнюк. Помнишь ту ВХС-кассету со сбежавшим Хаги-Ваги? Именно его подписью был расписан документ об исчезновении сотрудников. Вряд ли какой-то обычный руководитель какого-то там отдела станет подписывать такие серьезные документы. Причем сотрудники просто исчезли, а их убили. И как будто ничего не было. Может быть этот документ тоже был засекреченным. Просто нам тем самым показали кто всем тут рулит. И это Лейт Пьер. Ну и наконец руководитель всего этого дурдома Элиот Людвиг. Скорее всего сам Элиот вполне нормальный мужик. Он основал свою компанию. У него была чудесная семья. И даже несмотря на то, что все его члены семьи погибли, он не прекращал творить. Он работал и компания при нем действительно процветала. И возможно неожиданная смерть его в семье послужила идеей об открытии Плейкер. Нового приюта от компании Плейтайм. Плейкер бы не позволил оставлять детей-сирот нелюбимыми, забытыми. Это было его новым смыслом жизни. До этого он скорее всего хотел просто производить игрушки, радовать обычных детей. Ну а после случившейся трагедии он решил пойти дальше. И действительно была выражена надежда, что Плейкер принесет радость, вдохновение и улыбки каждому ребенку. Так как он позволил таким чудовищам, которых я описывал до этого, встать буквально во голове компании и творить весь этот ужас? Он вообще знал об этом? Пока что за самим Элиотом никаких грешков не прослеживается. Однако после его смерти в его доме были обнаружены тела без органов и костей. Да и сами соседи уже не раз подчеркивали, что Элиот Людвиг возвращался домой в странные часы и тут же ночью куда-то уходил. И если его имя тоже довольно часто мелькает, скорее всего он уже был руководителем, когда начались все эти эксперименты. Может быть действительно Элиот Людвиг хотел как лучше, а о результатах экспериментов он мог и не знать, поскольку умер. И тогда всю власть в компании мог захватить Лейт Пьер. И вот тогда-то началась вся веселуха. Так что насчет самого основателя и руководителя компании сказать мало что можно. Может быть из-за смерти своей семьи он немного поехал кукухой. И тогда он начал делать не просто какие-то рискованные вещи вроде создания дополнительные расходы нервы и так далее. Он пошел еще дальше и все-таки согласился на предложение доктора Сойера. Довольно запутанная история. Но как минимум трех говнюков мы точно знаем что они говнюки. Не так ли? Ну а что ты думаешь по поводу всего этого? Кто по-твоему во всем виноват? Напиши свои теории и свое мнение в комментариях. Ну и не забудь подписаться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик на мой телеграм-канал тоже подпишись все ссылки в описании поставь лайк этому видео поделись со своими друзьями и у себя на странице и не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем поки до свидос.